Случайно Симпл попадает в голову электронику. Тот уходил в вентиляцию и 59 хелс-поинтов у Элика. Команда Гамбит играет через лонг. Эдвард наказывает Хоббита. Тем временем Зевс падает на будки. Выход на Аплэнд, бомба устанавливается. И ситуация 3 на 3. Но Саша Костелев сверху делает еще один килл. Уходит из будки, тоже теряет здоровье. А в итоге Боу в конце этого раунда один. И Нави берут. Нюк вообще был один-два раза на этом чемпионате. Пока что. И Гамбит же с Нави Нюк играли. Ты же помнишь это, избиение от Гамбитов. Это было на мажоре, по-моему. А потом в интернете Нави удалось выиграть Нюк на дополнительных раундах. Электроник разваливается с гаром режиме. Это фастпуш, судя по всему, на базу А. Зевс на будке. Готов принимать с крокодилом игроков команды Гамбит. Первый пошел. Сейчас отлегит второй. Слишком легко для Данилы Тесленко. Да, дважды по 900. Зевс фармит, нашивает будку. Слишком мало флешек Гамбиты потратил. И Хоббит в конце один против четверых. Удалось забрать всего лишь одного Эдварда. И довольно странное решение. Поставили тайм-аут и обсудили, как рашит. От Гамбита Симпл взрывает боу. Симпл также убивает Адрена. Еще сейчас на пристройке снимает Досю. Но все под контролем. И должно быть Гамбиты. Естественно, теперь не торопятся. Правда, Дося открыл двери. И начинает накидывать банки. И чекает как раз Пизевса. Но дробовичок врубает просто с одной. Но отличная волына. Ты можешь бегать. И на ближних дистанциях, естественно, зажимать. И ничего с тобой никто не делает. Ну и пока у него это не получается. Оу. Электроник вантап на пристройку. Минус Моу. Тут же начинает перестреливать Хоббита. Адрена ходит фраг по Симплу. Но Электроник тут просто никого не пропускает. Прилетает флешка на пятак. Игроки атаки пока не высовываются. Подходят к флейме. И начинается выход. Флейме делает один минус. Второй. Третий. Четвертый. Может сделать. Не хватает немножко им пока Егору. И Моу все-таки падает от Симпла. Пристройку. Зевс его, скорее всего, слышал. Эдвард забирает Моу. Пристройку зашел Сист. Пытается играть на размене. Моу забирает двоих. Зевс просто под спрей подставился. Отлично. Два на два. Шанс для команды Гамбит. Смог пристройки не дает действовать электронику. Симпл тем временем попадает по Систу. Берет Диггл в руки. Будет рисковать флейме. Пардон, это не электроник. Флейме рискует. Заходит смок. Делает минус. Дося падает. И флейме забирает обоих. Дося и Сист погибают. Нави выходят сейчас на улицу. Было бы неплохо. Звук включить. Тем временем Сист разбирает Симпла. И ситуация 3 в 5. Флейме, электроник и Эдвард в меньшинстве. Команда Гамбит может сейчас зажечь. Кровь Систу нужно забирать электроник. Делает фраг по Хоббиту. Это очень важно было для НАТО Свинсера. Но уже ситуация 3 в 3. Гамбит потеряли численное преимущество. И сложно будет делать ретейк. Потому что нет. Все-таки Сист решил поджать дверь. Опасно. На самом деле тут ситуация 3 на 3. Ее обязательно нужно команде Гамбит брать. Ввиду счета 13-2. Поэтому умирать в дверях, конечно, не Камильфо. Сист делает свой минус. Отличная работа. Флейме идет туда же. И может быть Сист заберет своего бывшего тиммейта. Москвича братана друга. Сист пушит. И это минус Флейме. Отличная работа от капитана Гамбит. Квадра килл. Браво Сист. Замечает пристройку. Эдвард, возможно, заберет. Сейчас Днис Токостина. Ситуация 3 на 3. Симпл выползает через двери. Можно уходить, в принципе, вниз. Ой-ой-ой. Какая позиция у Хоббита. Хоббит моментально разваливает одного. Но не нужно было, наверное, переводиться. Нужно было остановить свой спрей и пытаться заимить. Но нет. Это 2 на 2. Ребята занимают девятку. Но, по-моему, было слышно. Да, по-любому. Слышно. Симпл заметил одного. Тем временем Адрен сумеет ли разобрать плен? Пока нет. Моу промахивается. Пытается прикрыть своего тиммейта. И Адрен теперь не ловит Флейме. Адрен тащит этот раунд для команды Гамбит. Банк. Если нами просто пойдут на стрельбу, Моу, скорее всего, делает свой минус. Нам ведут просто в пристройку. Да, это выход на. Это зашли 2 игрока на будке. Как же ошибаются. Но Доси делает 2 минуса. Наконец-то. Однако ситуация 3 на 3. И больше в этой позиции никого нет. Нужно выбить команды Гамбит от пленда. Так, Адрен там на вентиляции. Байте своего оппонента на экшен. В итоге Хоббит получает смок в пристройку. Не может действовать. Но есть просвет. Зевс на пленде падает от Хоббита. Меньшинство уже для Нави и Эдвард на будке. Просматривает девятку. Симпл фраг по Моу. 2 в 2 ситуация. Хоббит и Адрен против Симпла и Эдварда. Но это очень хорошая точка у Симпла под девяткой. Там проблема в том, что один из игроков команды Гамбит топает. И Адрен вроде как тихо запущал эту позицию. А Хоббит двигался. И в любом случае девятка фокусируется. Хоббит попадает слуха. Но все-таки Симпл берет тот раунд. И вот она пауза от Найли. Адрен, который эту позицию контролировал. Адрен пропускает одного. Пропускает второго бит бомбу. Дает информацию ребятам. Подбирает калашников. Чекает дальше. Электроника. И там красный флейм и в ангаре. И Адрен может сделать три минуса и перевернуть этот раунд. Это очень важно. Сейчас сделать... Ой, дал в голову. Боже, какой... Как же не повезло сейчас. Что с коммуникацией? Моу, Моу. 15-7 в пользу команды Навин. Одна из этих двух команд все равно попадет в финал. Нет, на самом-то деле еще будет Трейн. Еще и будет Трейн. Которые хорошо Гамбиты отыграли на этом турбюре. Да, Гамбиты на Трейне выносили за КТ абсолютно все команды. Поэтому, возможно, ребята разменяются своими пиками. Симпл действует через девятку. Дойса на пленте. Хорошо. Сделал один минус, но не может попасть по Эдварду. Хотя тиммейты у Нави заходят через пристройку. И Дойса падает. Это 16-7. Это чистая победа команды Нави на карте Денюк. Вот такая вот неожиданность. Да, ребята взяли Нюк. При этом прошел на плент у нас Адрен. Правда, бомбы у него нет. Эдвард пришел на помощь. Команда Нави попытается сделать выбивание по линиям. Зевс удалось все-таки забрать Адрен. Но у Хоббита пока хорошая позиция. Он играет близко перед Диггом. Ну как же Нави контролят? Трихоешки. Такой расклад. Да, договорились очень быстро и сумели справиться с Хоббитом. Доси и Сист уже в меньшинстве. Доси с Айиком попытаются вычислить верхний. Однако симпл отрасад контролирует. Сист падает. И стоит отдать должное. Нави очень классно выбили сейчас ближнего игрока. Вообще, конечно, в первую очередь надо пользоваться возможностью выбить апдаун. Тем более, учитывая то, что Нави играет очень близко к трансформатору. Флейми, кстати, забрал Моу на зелень. Как-то гамбиты перехолдили уже. Перехолдили, да. Не потеряли помнить в этом раунде. 25 секунд до конца этого раунда. Честно, можно сейвить. Потому что у Си сда 1 хп. И было бы сейвить тут, наверное, очень хорошо. Но выход идет через миддл. Эдвард замечает шестой вагон. Не попадает. Чекает дальше кому-то вверх-вниз. Флейми старается играть на дефолт. И Симпл подходит. И как же Нави отлично играет с двумя айвиками. Счет 2. Смотрим, как оно будет. Симпл решил с айвиком сыграть близко перед центром. Попадает по Моу. Уходит назад за трансформатор. И вот такая агрессия от топового снайпера приносит Нави почту. Апдаун вы не видите. Мы не видите. Почему нет хилпы для Зевса? Зевс в итоге зачекал инфу. Но при этом уходит назад. Игра на размене. На Б-плейнте никого нет. И все выходят. Адран с айвиком щелкает флейми. Прилетает смог, чтобы выйти из зигзага. В итоге в ответ получает игроки команды Нави тоже смог. И через зигзаг они толком пройти на низ пока не могут. Они должны действовать по линиям. Электроник при этом с дробовиком. Девайс ужасный. Для таких перестрелок нужно подходить вплотную. И у команды Нави шансов немного. Но Симпл забирает все-таки снайпера команды Гамбит. 2 на 3. Хоббит близко. Дым развеялся. Но Симпл снова на реакции. Отличная работа. Асист выползает. Ой, не заметил. Симпл не заметил его. Сист в итоге играет через нижний. Щипочков действительно нет. Это большая проблема. Сист наказывает одного из оппонентов. И команда Нави благодаря Симплу его квадрокиллу должна брать раунд. Не успевает, по-моему. Не факт. Сейчас посмотрим. 4, 3, 1 секунда. Да, он не успевает. Команда Нави этот раунд отдает. Взрывается Эдвард. 6-3. Гамбит и Бательмотова. Зевс страшно боится огня. Мы это все прекрасно знаем. Поэтому он стоит и в некотором смысле онемел. Только сейчас коктейль проходит. Зевс начинает действовать. Забирает Моу. Бомба стоит. Сист чекает пока что верхний. Ну и Зевс вопрос. Адрен заберет или нет? Дося погибает все-таки от Зевса. Снайперские свои штучки Зевс показывает неплохо. И в конце этого раунда Адрен один против четверых. Получает огонь в ответ. Но Зевс опять же проблема с коктейлем Молотова. Погибает в итоге от рук Адрена. Ну и сможет ли Адрен зарегать ситуацию 1-3? Мобба до сих пор не дефузится. Адрен не заметил собаку и все-таки погибает. Это раунд для команды Нави. Ну и вопрос. Дося сумеет ли справиться с Электроником? Нет. Электроник его перестрелял. Забирает Калашников. Тем временем нет игроки. Команда Гамбит входит все-таки на Апленд. Через верхний сый Миддл. Эдвард ошибается за трансформатором. Сизд его разматывает. Прилетает флешка на плен. Симпл ослеп. Нужно действовать. Нужно заходить на плен. 30 секунд до конца. Адрен теперь под окнами. Пытается словить тайминг. Замечает спину Симпла. И Симпл говорит, ребят, что вы меня не прикрываете? Ну Моу в конце концов. Один против двоих. 20 секунд до конца. Бомба на плен. Ее можно было бы взять, пойти на Б. Но уже, по-моему, не вариант. Времени все меньше и меньше. И Зевс ставит точку в этом раунде. Восьмой для Нави. Откидывает коктейль Мотова. Но его на презарядке сейчас могут вловить. Коктейль горит. Зевс умирает от Хоббита. И вот жалко, что вверх-низ не пошел. Там у нас стоял смог и не рискнул слоями. Хотя, если бы пошел, наверное, отстрелил бы Сизда. 4 на 4. Диглы и по 250. И все еще в руках. Не удалось извлечь позитив после этого минуса. Но тут, конечно, Сизд отмансевал красиво в итоге. На одной ноге буквально ускакал за трансформатор. Сохранил жизнь для своего коллектива и для себя, конечно же. Хоббит как-то очень неуверенно перестреливается с Электроником. Выход будет на базу B от Нави. Симпл через верхнюю волну с диглом. Флейми делает фраг по Адрену. И Сизд включается с апдауна. Флейми фраг по Сизду. 2 в 2 ситуация уже. И бомба ставится. Бомба ставится на B пленте. И Симпл при этом занимает очень выгодную позицию. Ребята из команды Гамбит пытаются найти диффузы, что ли. Подбирают девайсы, тратят много времени. И Симпл сейчас может затащит на Хоббит. Как-то понимал, что подобный расклад возможен. И забрал свою игру на Флейми. Интересная позиция. Сизд заметил все-таки ножку, хотя не своевременно. Но реакции хватило. Егор Васильев падает. Сизд очень красный. И команда Нави решила выйти на пленте. Летят уже гранаты. Так, тут и плент от Дося. Дося известный опорник. Не менее известен как его виза-визе. Адрен делает два фрага. Дося также забирает Симпла. Все четенько. Адрен сегодня тоже показывает отличную структуру. Через верх-низ и поставили бомбу. Команде Гамбит, честно, нужно уйти на сейф. Они вообще не там. И тащить такой раунд будет просто нереально тяжело. Огромное количество хороших позиций у команды Нави. А Гамбиты, естественно, должны выходить через Зик и через линии. И Дося ловит Симпла. Погибает сразу же от Флейми. Все-таки пойдут, наверное, Гамбиты в этой ситуации. Хотя бомба уже трещит. И все меньше и меньше времени остается. Но Зевс в конце этого раунда один против двоих. Смотрим за Зевсом. Одним из лучших клатчеров. Одним из самых опытных игроков. Прилетает Смок. Зевс за трансформатором увидит. Сист и команда Гамбит берет все-таки этот раунд. Как же Нави зафейлили? Движение от Гамбит очень аккуратно действует Нави. Оп, первый пошел. Электроника тоже Хоббит прочекал. Сделал два минуса. И как же ошибается игроки команды Нави. Слишком они перехалдили. Эй! Эй! Симпл делает минус. Бомба дефузится. Симпл жмет. И все-таки Хоббит герой этого матча. Вот в этом раунде сыграл Хоббит очень хорошо. Да, трипл килл это бай. Летит гранатка на центр. Ой-ой-ой. Сист не добежал просто в комнату верхний. С Флэйми один с Ак-47 вырубает одного-второго. А в итоге Моу падает на зеленки. И вот так вот беззубо может закончить эта игра. Просто со всех сторон запушили и все. Флэйми выходит два минуса делает. Жаль, конечно, жаль. Но похоже на то, что Гамбит все-таки проиграет свой пик. Три мап на тракторе. И сейчас просто будет переезжать своих оппонентов. Чекнет на всякий случай зелень. Нет, не чекает он зелень. И чекнула почему-то. Но он в любом случае заберет сейчас Флэйми и видит бомбу. Подбирает Калашников. Пушит дальше. Игроки команды Na'Vi и Эдвард все-таки на размене. Ну, конечно, нужно было чекнуть. Нужно было однозначно. Все, кто так пушат, они проверяют зеленку и говорят он куб. Ты просто поворачиваешься. Тебе же не надо идти в ту сторону. Ты просто проверяешь и все. Выход от Симпла на зеленке. Хоббит падает. Ситуация 2 в 4. Адран остается со скаутом на пленте А. При этом делает все-таки свой минус. Это интересно. Симпл красный. Если его заберут тогда 2 на 2. Тем временем до сих пор у нас на точке Б остается Дося. Бомба устанавливается. Адран слышит бомбу, по идее, дает инфу Доси. Доси только сейчас стягивается. Дефузы, кстати, у Михаила Старлерова присутствуют. Выбьют ли Гамбиты 2 в 3 или нет? Очень тяжелый ретейк. Очень тяжелый. Представляет здесь Гамбит. Просто невероятно тяжелый. У Na'Vi снова хорошие позиции. Симпл тем временем прожал зеленку. Замечает Доси. Команда Na'Vi попадает в финал чемпионата мира. Поздравляем парней. Они шли к этому. Последнее время. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.